Шалом, дорогие друзья! Я продолжаю такой цикл под названием «Дорожные беседы». Я назвал это именно «Дорожные беседы», потому что записываю эти программы, я пользуюсь случаем дороги. Я часто дороги. Знаете, вот часто бываю в разъездах, потому что последние годы я именно дружусь больше как учитель. Я бываю, конечно, у себя в церкви, конечно, безусловно, но большую часть времени преподаю в разных библейских школах и, в общем-то, часто передвигаюсь поездом. И вот иногда, когда возможность есть такая, побыть одному в поезде, вот сейчас, допустим, такая уникальная возможность у меня в КП, вот я один еду, такой бархатный межсезоний, я еду поездом Симферополя на Москву, да, поезд Симферополя на Москву, за окном метель, за окном пурга. Россия встретила метель в Бургой, хотя в эти дни в Симферополе, в Ялте, в Саке, в другие города было тепло, хотя тоже было снежно, в общем-то, снег так порадовал в этом году. И южные широты, да, и господа, дорогие братья, сестры, дамы и господа, дорогие зрители, пока еду поездом, размышляю и, более случаем, записывайте такие дорожные беседы. И я был в Крыму, как я уже говорил, я проповедовал в разных городах, вот на этом полуострове, это такой курортный полуостров, в Укрыне, наверное, это самое такое, что же, яркое, солнечное место на самом деле. И, как говорил наш епископ Виталий Колесников, он крымский у нас епископ, он у нас с Бахчисарая, сейчас трудится, он пасторствует в Днепродержинске, в Днепродержинске, в Днепроветровской области. И Виталий говорил так, что жизнь дана только один раз, и надо прошить ее в Крыму. Ну, он так вот понимает, что, ну, многие там понимают, что на самом деле Крым – это место такое отдыха, и на самом деле здоровье поправляет люди, здоровье там. Кстати, я был в городе Саки, и интересно, там, значит, есть украинское Мертвое море, представляете? Очень похоже, вот такое озеро, Соленое озеро, которое очень похоже на Мертвое море в Израиле. То есть там соль, там вода такая очень соленая, даже можно бы тоже, как и в Израиле, лежать в воде. И, значит, газету читать чуть ли не менее. Грязи, там тоже такие же лечебные грязи, которыми тоже мажутся. Вот, и это украинское наше, получается, Мертвое море, интересно. Вот, ну, как их отличается, по составу там все. На Мертвом-то море я был в Израиле, и тоже мазался этой грязью, там, на фотках, если вы видели, мне это все выставлял тоже. Интересно. Вот, даст Бог, еще побываю в Израиле, хочу побывать в Айлате, хочу побывать на Святой Земле, в Эрец Израиль, в земле Израиля. Почему еще об этом говорю? Потому что вот эта крымская поездка отдала новых друзей мне, в том числе и друзей с Израиля. Юра Захаров, если мне смотришь сейчас, привет. И всем Захаровым привет, и всем любящим Господа в Эрец Израиль, в земле Израиля, большой привет. Я вот здесь пью чай, еду поездом и думаю об Израиле. Ваше здоровье, лихая. Ну, кому повезло меньше, кто сейчас не в Израиле. Желаю всем сердцем стремиться к Иерусалиму Небесному. Потому что независимо, даже если вы не будете никогда в своей земной жизни, в земном Иерусалиме, то уж в Небесном вам надо быть обязательно. Не пропустите это. Это надо видеть. Вообще, апостол Павел говорил, я потом хочу тоже поразмышлять, он говорил, что не видел того глаз, не слышал то уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А дальше он говорит, а нам Бог открыл Духом Своим Святым. Представляете, Духом Святым Бог открывает нам то, что будет впереди. То, что Господь, Он даст вечности, и что Он дает любящим Его. Удивительно, конечно. Вот пока едешь, есть возможность поразмышлять над некоторыми текстами писания. Поэтому я беру с собой камеру, тоже в дорогу часто, я так вот записываю такие всякие сюжетики. И я думаю, это очень классно. Можно делиться с братьями такими размышлениями, такими наблюдениями, знаете ли, новости такие выставлять. Я же эти материалы собираюсь в социальных сетях выставлять, поэтому сразу привет передаю тем моим друзьям, с кем, может быть, даже мы не виделись никогда в жизни вообще, и, может быть, даже не увидимся в этой земной жизни. Дай Бог, в небесной-то увидится. Но кто является другом моим в социальных сетях, там, Майлру, Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, там, в других социальных сетях. И это классно, что Бог открывал нам такую новую реальность. И это удивительная способность, на самом деле, возможность, вернее, возможность с разных стран, с разных континентов, знаете ли, не затрачивая там много финансов на перелеты, переезды, чтобы плыть или ехать через телевидение, через интернет. Мы можем быть в общении. Удивительно, конечно. И вот для тех моих друзей, что являются друзьями в социальных сетях, вам большой привет и благословение Божие. И я очень надеюсь на то, что я молюсь вообще за своих друзей, конечно, за тех, кто у меня добавлен в друзья, о ком я даже, может, даже и не знаю ничего фактически, но Бог знает вас. И я молюсь, как могу так молюсь, я благоставляю. И вот на основной странице у меня, на Майлеру, насколько я помню, уже больше 16 тысяч друзей. Это классно, здорово. Я такой дружелюбный такой человек, получается, очень много друзей. И благоставляю во имя Иисуса Христа. Там, конечно, разные люди есть. И у меня, друзья, там и христиане, и не только христиане, и атеисты, и там, и пофигисты, и кого только нет вообще. Но жизнь такая штука. Кстати, пью чай с лимоном. Очень вкусно. Вообще, дороги любую чай пить. В поезде классно. Вот есть свои радости в жизни, даже в дороге. Интересно. И вот одна из радостей в жизни, в дорожной, именно вот чай в поезде попить. Интересно. И смотреть в окошко. А за окном метет, бурга, метель. Господа, братья, сестры, возвращаясь к теме размышления, вот этой дорожной беседы, моей очередной, дорожной беседы в поезде и Симферополе в Москву. Интересно. Симферополь, Москва. Летом здесь забито. Вы не представляете. Ну, те, кто ездили на юг этим поездом, те знаю, здесь свободного места нет вообще. Не пробиться. По блату там, значит, билеты доставать. А сейчас вот зимой едешь себе. Вот я где-то поеду. Вообще. Ну, были попутчики там. Значит, до Белгорода. Был парень на этом месте, как раз вот там внизу. Вот здесь вышел. И, ну, сейчас еду один. И слава Богу, возможность есть такая вот поговорить с вами, поделиться словом и поразмышлять, попасть одному. В поездке это не так часто бывает. И, друзья, не видел того глаз, не слышал это ухо и не приходил туда сердце человеку, чтобы приготовил Бог любящим его. А нам Бог открывает Духом Сам Святым. Господь сейчас, Он Духом открывает нам удивительное. К примеру, вот в общении с Ним, в молитве. Мы называем это молитвой. Хотя очень часто люди молитву называют не то, что называется молитвой, по-настоящему это является молитвой. Но молитва это общение с Ним, общение с Богом. Это классно. Это здорово. Это открытие тайн таких, знаете ли, божьих. Это откровение о Нем самом. Это общение с Ним. И я помню о пацаном, еще когда вот впервые обратился к Богу, я об этом рассказывал, там в Крыму свидетельствовал. Если вы видели, может, свидетельствовал, я не знаю. Если нет, то посмотрите, пожалуйста, глядитесь. Думаю, это будет очень назидательно. И я говорил о том, что еще пацаном вот 30 лет назад, больше даже, я, пережив с ним встречу, вот, и потом вернувшись и адаптировавшись через несколько месяцев к этой земной жизни, очень сложно было войти снова в эту жизнь земную, встретившись с небесной реальностью, с небесным Богом. Я тогда помню такие переживания, милоинтересные, незабываемые переживания, что я был готов отдать все, что я знаю вообще только родители, школа, дом. Вот, все, все, я сам, все, все угодно было, что имел отдать, лишь бы хотя бы, думаю, еще одну секундочку посмотреть ему в глаза, лишь бы хотя бы одну секундочку посмотреть ему в глаза, любящему Богу. Он гласный. Мне очень нравится, как американцы говорят, гад изгуд, «Бог хороший, Бог благой». В Украине поют так, в Украине, «Бог благый по всяк часу, у моему сердце, сердце, на-на-на-на, Бог благой». Ну, знаете, наверное, пояснил. Слышали, может быть, «Бог благой» и в Писании говорится, «Никто не благ, как только лишь один Бог, ему все славы». Пусть Господь Духом Святым, Он откроет тайны Царства Своего тем из вас, кто уже рождены свыше, тем из вас, кто уже пережили с Ним встречу, а те, кто еще не пережили с Ним встречу, поспешите с Ним встретиться, поспешите с Ним пообщаться, поспешите, знаете ли, потому что любому пути есть начало и конец. Вот я вчера сел в поезд, значит, поезд трогается с Симферополя, вот я сел в Симферополе, в Сиалто в Симферополь мы ехали, очень красиво, кстати, была поездка, незабываемая, мимо Артека, по горам, этим я там сделал много фотографий, так прямо из окна, прям чуть-чуть-чуть поснимал это все в сети уже, думаю, в ближайшее время уже выставлю, посмотрите все это. Интересно очень, красиво очень, даже зимой это шикарно, посмотрёшь, что там летом творится вообще. Слава Богу за такие красоты, слава Богу за эти все горы, леса и прочее, но всякой поездке сначала есть конец, согласитесь, да, но не мне вам рассказы, все люди взрослые знают, что мы однажды садимся в поезд, но мы же не вечный мысль, не пропишемся, мы все не останемся, ты даже захочешь, тебя наконец-то все уже попросят, пожалуйста, гражданин, выходите, все, поезд. Закончил свой маршрут. Вот так же и земная жизнь, однажды мы будем просто хочешь, не хочешь, ты будешь упираться, ты будешь сказать, нет, не хочу, все, зубами, ногами держаться за земную жизнь и не такие еще люди держались и миллионы долларов бросали на то, чтобы остаться в этой земле, в этой земной жизни. Но когда небесный переговор прозвучит, то все, цепь разорвется и, а дальше написано в Библии, что за все, что мы делали, живя в теме доброе или худое, мы дадим отчет, это написано, что это страх Божий, страх Господня есть, настоящий страх Господень. И вот это понимание есть у верующих, если у вас это есть, слава Богу, это очень классно, это очень здорово. Поэтому призовите имя Господа Иисуса Христа, потому что ни в коме нам нет спасения, потому что нет другого имени под небом данного человеком, нам, людям, которым надлежало нам спастись, только Иисус Христос. Призовите Его святое имя, обратитесь к Нему, как к свету, потому что Он есть свет, просвещающий всякую тьму, всех сидящих во тьме тени смерти, спасив тебя Иисус. Поговорите с Ним просто, а вот как вот вы бы со мной поговорили, как с кем-то еще поговорили бы и знакомых ваших людей, поговорите с Ним и скажите, Бог, пожалуйста, прости мои грехи, скажите так, что Бог, я верю, что ты есть. И тем, кто ищет Тебя, Ты, Господь, Ты благословляешь их. Ты скажи так от всего сердца, Бог, прости меня, я верю, что Ты любишь и отдал Сына Своего за меня, Иисуса Христа. Скажите, Иисус, Ты пролил Свою кровь за меня, поговорите с Богом искренне от всего сердца, Он слышит вас неформально, знаете ли, не религиозно, не как-то традиционно, вот от всего сердца поговорите с Ним. И Бог, Он, будьте уверены, Он выслушает вас, больше того, Он простит вас. Бог обещает эту Библию простить ваши грехи, Бог обещает изменить вас, родить вас заново, как бы с изного нового рождения, это потрясающее, слава Богу. И ничто не отлучит вас от любви Божьей, не отлучит вас ни жизнь, ни смерть, ничто, 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 ничто. О, спасибо Тебе, Господь. Благосты моих дорогих телезрителей Божьих, особенно тех, кто будет молиться. Вы можете молиться от всего сердца, можете повторить за мной эту молитву. Скажите так, Отец мой Небесный, Бог Святой, прости мои грехи. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на распятие. Я верю, что Ты любишь меня сейчас и прощаешь мои грехи. Прости меня. Иисус Христос, вводи в мое сердце, живи во мне, царствуй во мне. Благодарю Тебя, мой Бог, мой Царь, мой Целитель, мой Освободитель, мой Господь. Духом Святым Своим наполни меня. Благодарю Тебя, мой Бог. Аминь. И я благоставляю во имя Иисуса Христа всех вас, дорогие телезрители, дорогие друзья. Я в этой дорожной беседе очередной в поезде из Симферополя в Москву благоставляю вас. Вот сейчас я уже подъезжаю к городу Орлу, проездом буду в городе Орле, где прошла моя юность. Но я проезжаю этот город, сегодня я не выйду в нем, не выйду в Орле. Вот сейчас подъезжаем, потом отъедем. И в этом городе прошла моя юность. Я учился в школе, учился в школе художественной, в такой школе, учился в училище, в художественном Орловском училище. И это прошло, странно, но это прошло. И в жизни много что пройдет, но любовь не проходит, нет. Любовь Христа, любовь Божья, которую мы познали, которую мы познаем или познаете, она никогда не пройдет. Бог, он великий, Бог, он чудесный. И, кстати, сейчас много снега за окном, после солнечного Крыма, после, знаете ли, Ялты, такой зеленый, красивый, теплый. Это кажется, ой, чем... Но, с другой стороны, снег тоже, он, это благо в чем-то, потому что даже в Библии он сравнивается. Бог обещает, как снег выбелить нас, очистить. Белым-белым, белым-бело сделать нашу совесть, очистить. Если ваша совесть, она замутнена грехами, просто скажите, Бог, очисти меня. Сделай белее снега через кровь Иисуса Христа, агнца Божьего. Мы имеем великого ходатая, посредника, первого священника Иисуса Христа, праведника. И поэтому, если тяжело, на сердце скрипут кошки, как говорят, если жизнь не мила, если много проблем, если боль непреодолимая, внутренняя или физическая, просто возобейте Иисус. Помните Иисус. Помните это имя Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, потому что нет другого имени, это самое главное имя. Запомните, Иисус, Господь, Иисус, Царь, Иисус, Мессия. Ему вся слава, Ему вся хвала, Ему вся честь. Иисус, Иисус, нет другого имени под небом, только ты, Иисус. Кто наш целитель? Иисус, скажите Иисус. Кто наш освободитель? Скажите Иисус. Иисус, кто наш возлюбленный? Иисус. Ему вся слава. И Он грядет, Он скоро снова придет и будет судить живых и мертвых. И Его Царству нет и не будет конца. Спасибо, Иисус. Благослови, Господь, моих дорогих телезрителей. Во имя Иисуса Христа. В вододорожной беседе, Господь. Спасибо, что ты с нами. Спасибо, что ты сейчас вот со мной здесь. Хотя я тебя не вижу глазами своими. Но я верой, знаю, что ты сейчас здесь. И ты, как ты благословил идущих в Имаус. И ты, Господь, был с ними, и ты говорил к ним. Сегодня ты говоришь в мое сердце. И я делюсь с моими братьями и сестрами, с моими дорогими телезрителями этим словом. Тебе слава за все. Благодарность тебе. Аминь. До встречи и на земле, и на небесах. Аминь. Слава Богу. Да, друзья. Яблочек. Бананчик. Цитрусы у нас. Ехать можно. Едешься, размышляешь, беседуешь. Вот эти, я вижу, батарейка уже заканчивается. Увы. Но. Успел записать по плане. Или. Что-то. Жалко, что нет таких технологий, чтобы взять и передать. Допустим, вам. Вы бы взяли. Не знаю. Раз. Допустим. Мандаринчик. И приняли. Может, потом и заберут что-то такое. Говорят же, японцы придумали такую штуку, что даже виртуальные вещи, их можно потрогать и даже попробовать. Кто знает. И все, шалом. Первую же камеру отключать. Она сейчас сама отключится уже. А то. Все, пока. Продолжение следует...